Всем привет! В первую очередь я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Нет, я никуда не собираюсь уходить с ютуба. Пока он не заблокирован, пока он разрешен в нашей стране, я буду выкладывать обзоры именно здесь, на этом канале. Но на всякий случай, если вдруг что-то произойдет, чтобы мы с вами не потеряли связь, подпишитесь на мой телеграм. Итак, сегодня я вам расскажу про три достаточно интересные и в то же время доступные ТВ с гарнитуры от бренда Hyper. Начать хотелось бы с Alpha PX11. Эта модель стоит чуть больше 2000 рублей, но у нее очень прикольный кейс. На первый взгляд это обычный пластиковый округлый корпус, но тут очень интересная крышка с прикольным скосом, который прикрывает дисплейчик с точной индикацией оставшегося заряда и заряда наушников. Сами наушники внутриканальные, с характерными ножками и вполне себе эргономичным дизайном. У меня белая версия, но вообще в продаже есть еще и черный. Если вдруг белый цвет вам не нравится, вы считаете, что это цвет женский, хотя, как по мне, в принципе и мужчинам тоже вполне нормально подходит. Абсолютно никакого сексизма, на мой взгляд, в данной модели нет. Что касается звука, я не могу однозначно охарактеризовать АЧХ, потому что, с одной стороны, басы в достатке, верхних частот тоже не чувствуется, нехватка, но в то же время и посередине просадки нет. То есть АЧХ более-менее ровная. Единственное, конечно же, на максимальной громкости, если вот выставить прям самый-самый максимум, то высокие частоты несколько режут слух, но это стандартная ситуация. Если опустить громкость хотя бы буквально на пару делений, то, в принципе, звук становится более-менее сбалансированный. Что касается автономности, то от одного заряда наушники работают где-то в районе 3-3,5-4 часов, плюс еще где-то 3 полные зарядки от кейса. То есть в целом, вроде как, и не очень много, но в то же время для ТВС-гарнитуры стоимостью буквально там 2000 рублей, в принципе, вполне нормально. Что касается достоинств, я еще отдельно отмечу USB Type-C, который, собственно говоря, установлен во всех моделях, о которых я сегодня вам рассказываю. Идем дальше. Это Hyperlazo X14. Тут тоже прикольный кейс, у него дисплейчик чуть попроще, зато форм-фактор чуть иной, и есть петелька на пальчик. Сами наушники тоже компактные и не выступают за пределы ушной раковины. Такой дизайн часто встречается у доступных моделей, так что тут ничего нового. По звуку эта модель очень похожа на предыдущую, звучание более-менее сбалансированное, каких-то существенных огрехов, ну, опять же, учитывая, конечно же, ценовую категорию, я назвать не могу. Есть небольшой запас по громкости, как у предыдущей модели, и автономность, собственно говоря, тоже практически полностью повторяется. Около трёх часов от одного заряда, плюс где-то три полные зарядки от кейса. То есть, в принципе, плюс-минус всё то же самое, но единственная цена у этой модели даже капельку ниже, 1800 рублей. И последней идёт модель Mercury X12. Это уже игровая модель, да и кейс тут имеет агрессивный дизайн и прикольную подсветку. Да, качество пластика не супер высокое, более дорогие конкуренты тактильно ощущаются более качественными. Но опять же, не забываем про цену. Наушники тоже внутриканальные, достаточно крупные, но имеют специальные эргономичные упоры для более уверенной посадки. В плане дизайна эта модель самая интересная, она самая агрессивная, самая такая, скажем, геймерская, самая какая-то злая в хорошем смысле этого слова. Но что касается качества звука, эта модель мне показалась уступает двум предыдущим. Здесь и высоких частот поменьше, и басы здесь какие-то более гулкие, какие-то более размазанные, что ли, неконцентрированные. Зато есть игровой режим, который даёт задержку порядка 50-60 миллисекунд. Лично я задержку меньше 100 миллисекунд вообще в принципе уже не различаю. Но в любом случае, если вы ищете наушники именно под игры, именно под просмотр фильмов, когда вас бесит липсинг, то есть рассинхронизация звука между губами актёров, то, конечно же, лучше взять вот эту модель, у которой есть игровой режим. Более того, она выигрывает по автономности. Где-то 4-4,5 часа от одного заряда, где-то 3-4 полной зарядки от кейса. И более того, ещё более того, цена даже ещё ниже. Порядка 1700 рублей. Но опять же, на момент записи этого видео все ссылочки найдёте в описании под роликом. Цены там тоже могут меняться. Но в любом случае, с учётом текущего всего этого ужаса, что творится с долларом и на рынке, цены очень-очень демократичные. Какая из этих трёх моделей вам понравилась больше? Пишите в комментариях. Не забывай оценить видео лайком и дизлайком. Не забывайте подписываться на канал, жмакать на колокольчик, подписываться на телеграм-канал. Ну а меня попрежде зовут Максим. У меня-то, наверное, на этом всё. Всем пока!